Пандемия стала причиной роста спроса на психологов, ведь они помогают справиться не только с проблемами личного характера, но и помочь решить рабочие вопросы. Как корпоративный психолог может помочь вашему бизнесу, об этом далее в нашем видео. Психолог в штате компании такая тенденция лишь на первый взгляд выглядит модной и достаточно современной. Интересно, что даже на крупных советских производствах работали психологи. Они помогали составлять психологический портрет сотрудников и тестировать персонал. Времена изменились, но спрос на психологов стал только возрастать. Многие компании нанимают специалистов для того, чтобы улучшить коллективный микроклимат и помочь персоналу справиться с теми проблемами, которые возникают в процессе работы. Отметив, что российские компании, нанимающие корпоративного психолога, следуют международному тренду. В США штатные психологи стали появляться еще в 2000-х. В России такой тренд появился немногим позже, если не брать во внимание советский опыт. Психологи стали востребованы в финансовом и техническом секторе, в фармацевтике и на потребительском рынке. Если сравнивать данные одного известного сайта по поиску работы, то с апреля по август 2020 года вакансии для психологов на нем были размещены на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Важно, в период пандемии участились тревожные и депрессивные состояния у работников, а также возникли психологические сложности к адаптации к удаленной работе. Многие организации пришлось увеличить количество рабочих часов к психологам и подключить дополнительные ресурсы. Почему корпоративный психолог – это выгодно? Всемирная организация здравоохранения провела исследование, в результате которого выяснилось, что снижение производительности труда на фоне депрессии и тревожных расстройств мировой экономики обходится в 1 триллион долларов ежегодно. Согласно другому источнику, который в 2019 году провел собственное исследование, более 60% отброшенных отметили, что их психическое состояние влияет на рабочую деятельность. Более трети из них указали, что рабочая обстановка воздействует на их психику. Каждый пятый признался, что хотя бы раз в жизни увольнялся с работы из-за проблем с психикой. В то же время 86% респондентов указали, что для них важно, чтобы компания заботилась о психологическом здоровье своих сотрудников. Какие проблемы решает корпоративный психолог? Стресс, выгорание, конфликты в коллективе – вот основные причины обращения к штатному психологу. Бывает и так, что компания решает пробегнуть к помощи психолога для решения последствий уже состоявшегося конфликта. Помочь разобраться в себе, найти свое призвание, сменить роль деятельности или развить карьеру, чтобы этого достичь, многие обращаются за консультацией к психологу. А вот некоторые компании пошли еще дальше и помогли справляться со стрессом не только коллективу, но и клиентам. Согласно статистике, корпоративным психологам обычно обращаются рядовые сотрудники. Руководители гораздо реже прибегают к их услугам, а топ-менеджер либо консультируется стороннего специалиста, либо все держит в себе. Хотя именно они относятся к группе риска, которой не стоит пренебрегать консультациями специалистов. Груз больших ответственностей и отдаленности от основной части коллектива, которые на карьерной ступени находятся ниже, могут привести к нарушению микроклимата в коллективе. Важно психологу уверенно, чем больше должность у руководителя, тем он более закрыт. Ему сложно довериться не только своему окружению, но и внешнему консультанту. Основная задача корпоративного психолога – помочь сотруднику соблюсти баланс между работой и личными ценностями. Именно от этого баланса зависит атмосфера в коллективе, желание работать и идти на результат. Отметим, что грамотный специалист может выстроить доверительные отношения с сотрудниками и найти способы для взаимодействия с HR-департаментом. Их совместная работа пойдет на пользу как каждому отдельному взятому сотруднику, так и бизнесу. Подписывайтесь на наш канал, где вы можете найти массу полезной информации о кадрах. Будьте в курсе, будьте с РосКо.